Куда мы падаем? Зачем? Страшно-то как? Ужас, просто кошмар. Всем привет, ребята! И 6% девушек, которые подписаны на мой канал, добро пожаловать в новый выпуск. Ой, в этом видео я подготовил для вас две темы. Это первая и еще одна вторая. Будет интересно, поэтому надеюсь на вашу поддержку лайком и подпиской, если вы впервые на этом канале. 2000 подписчиков сверху уже добавилось, поэтому идем на 200 тысяч. Это просто что-то невероятное и крышесносное. Я в такие цифры никогда не верил, но это реальность. Сегодня поговорим о биткоине, о том, где находятся его уровни поддержки, а также сколько монет тебе нужно накопить, чтобы чувствовать себя в безопасности в 2031 году. Прямо сейчас, используя специальный индикатор, который отображает диапазон поддержки для растущих рынков, мы можем заметить, что нижняя его граница доросла до 34 тысяч долларов, а верхняя до 36 тысяч 700 долларов. Ты не ослышался, именно этот диапазон является основной поддержкой для биткоина на протяжении этого буллрана. Итак, почему эта полоса поддержки так важна? Дело в том, что в прошлый буллран на протяжении всего этого роста именно она и выступала главной поддержкой. Кроме этого, во время падающего рынка она выступала в качестве сопротивления. Как мы видим на примере прошлого цикла, вот здесь, если цена биткоина удерживала эту поддержку, настроение рынка полностью менялось с медвежьего на растущий бычий тренд. Что происходило в нашем случае? Здесь цена биткоина не смогла удержаться выше этой поддержки, поэтому она быстро и резко обвалилась. Здесь точно так же, быстро и резко обвалилась, потому что не смогла удержаться выше этой поддержки. В конце сентября 2020 цена биткоина наконец-то оседлала эту поддержку и несколько раз ее протестировала. После этого настроение рынка кардинально поменялось и цена биткоина взорвалась. Кроме этого, ребята и девушки, хочу показать вам эту среднюю скользящую 9-недельную. Она тоже выступает очень хорошей поддержкой в этом растущем цикле. Начиная с вот этого момента. И сейчас она находится приблизительно на уровне 47 320 долларов. То есть потенциально биткоин может вернуться и сюда. Но также я очень рекомендую не выпускать из виду и вот этот диапазон поддержки, где нижняя граница его находится на уровне 34 000 долларов. Поэтому было бы неплохо расставить ордера на покупку где-то в этом диапазоне. Обязательно вытекающий вопрос из этого всего, сможет ли биткоин обвалиться до 34 000 долларов и будет ли это означать окончание булрана. Обвал биткоина до 34 000 долларов не будет означать окончание булрана, так как он все равно будет держаться выше зоны поддержки. Совершенно так же, как это было в 2017 году. Причем множество раз, посмотри сам. Мы видели множество массивных коррекций тогда вплоть до 40%. И все они не закончили бычий рынок, потому что держались выше этой полосы поддержки. Но как только цена биткоина ушла ниже нее и закрепилась уже под ней, начался медвежий рынок. Это еще одна модель, кроме вчерашней, которая может указать нам на завершение бычьего рынка и достижение биткоином его исторического пика. И на самом деле это очень интересно, ведь если мы нарисуем здесь 40% коррекцию с уровней, на которых мы сейчас находимся, то попадем как раз таки на нижнюю границу этой поддержки. В районе 34-35 000 долларов. Но не забываем, если биткоин продолжит расти куда-нибудь вверх, то и эта зона поддержки будет подтягиваться за ним. Поэтому чем дольше мы будем расти, тем лучше. Но все эти массивные коррекции, лично по моему мнению, очень хороши для покупки на растущем рынке, если они удерживаются выше этой зоны поддержки. Итак, на данный момент основная линия поддержки для биткоина находится на нижней границе этой полосы, и это 34 000 долларов. Но с ростом биткоина она тоже поднимается вверх. Ты можешь сам следить за ней на TradingView абсолютно бесплатно и использовать ее для своей торговли, если торгуешь. Еще несколько недель назад эта граница пересекла 30 000 долларов, а сейчас уже 34 000. Что я еще заметил, что в прошлом цикле эта зона поддержки прямо перед самым пиком биткоина внезапно резко выстрелила вверх. Практически вертикально. Это тоже может быть еще одним сигналом того, что биткоин находится возле своей вершины. Сейчас мы этого не наблюдаем, поэтому есть еще время для роста. Думаю, что на этот раз будет абсолютно точно так же. В общем, за этим нужно внимательно следить. Теперь я хочу показать тебе еще кое-что. Начиная с этой точки, когда биткоин оседлал диапазон основной поддержки, настроение рынка кардинально изменилось, и главное, криптовалюта начала свой невероятный рост. В этом бычьем забеге биткоин находится в этом состоянии уже около 160 дней. В прошлом цикле биткоин находился в таком состоянии около 130 дней. И в позапрошлом цикле это было около 210 дней. Это значит, что с момента, когда биткоин оседлал этот диапазон поддержки, он растет уже 160 дней. Что значительно дольше, чем в 2017, но меньше, чем в 2013 и 2014. Если мы возьмем 210 дней, именно столько биткоин рос в позапрошлом цикле, и отнимем 160 дней, сколько мы уже растем в этом цикле, мы получим 50 дней остатка. Это приведет нас где-то к середине мая этого года. Сложно сказать, сколько это еще будет продолжаться, но похоже, что на протяжении следующих двух месяцев нас должна ожидать серьезная 40% коррекция, как минимум, которая должна привести цену биткоина к верхней границе этого диапазона поддержки. Но имейте в виду, что к этому моменту она может быть выше, чем сейчас, если цена биткоина продолжит расти. Теперь перейдем к одной, как оказалось, актуальной теме. Многие из тех, кого я знаю, говорят мне, у меня как-то не завалялось под подушкой 50 тысяч баксов, чтобы купить биткоин. Я понял, что этот вопрос стоит поднять, раз у меня оказалась такая возможность быть услышанным. На самом деле это дорогого стоит. Причем это актуально как для русскоязычных, так и для англоязычных людей. Купи биткоин, живи скромно, жди несколько лет, живи как король всю свою жизнь. И в комментариях под этим постом я обнаружил следующее. Пользователь с нечитаемым лично для меня никнеймом пишет. О да, у меня же всегда есть 50 тысяч долларов под кроватью, чтобы купить биткоины. Давай об этом и поговорим. Но сначала я открыл набор в свою закрытую группу, в которой есть наработки за два с половиной года. И это будет единственный набор в закрытую группу в этом году. Фактически меня заставили все те желающие, которые заспамили мне личку. А пишут мне очень много, поэтому если вы хотите со мной пообщаться, вы можете написать по вот этому адресу в Телеграме. И я отвечу. Но скорее всего с большим опозданием, потому что реально очень много людей пишет. Наша группа называется Иксто. И я думаю это вполне себе оправданное название, потому что как минимум на руне и на линке мы сделали много сотен иксов. Когда я создавал эту группу, я задумывал ее как поиски отсев лучшей аналитики. И если что, я не даю свою собственную аналитику. Это аналитика западных инвестиционных фондов. Да, я могу и свои советы там давать, но в основном фокус весь идет на инвестиционные фонды. И скажу, что за два с половиной года работы в этой группе мы таки нашли такую аналитику. Она называется Симметрия. К сожалению, я покупал не все ее монеты. Но если бы я покупал все ее монеты на тысячу долларов, то за все это время 22 тысячи долларов, которые я бы вложил, превратились бы в 600 тысяч долларов. Но тем не менее, я тоже неплохо заработал на этой аналитике. Соответственно, я могу показать монеты из этой аналитики, которые мы покупали, и во сколько превратилась тысяча долларов, которые мы в них вложили. И это только небольшая часть того, что я решил показать публично. Вступить в группу можно на протяжении 6 дней, до воскресенья включительно, по ссылке в описании. Если есть вопросы, напиши мне в телеграме. Ссылка на него тоже будет в описании. Но сразу предупреждаю, что ответить я смогу с опозданием, а не в реальном времени. Переходим к следующей теме этого видео, которая очень актуальная. Чем раньше ты осознаешь, что означает ограниченное предложение в мире, в котором спрос на биткоин только растет, в котором денежная масса не ограничена, как только ты все это понимаешь, ты будешь знать, как стать невероятно богатым. Как минимум теоретически. Для понимания, на конец января 2021 активы только 4 центробанков США, ЕЦБ, Японии и Китая составляли 28,8 триллиона долларов. В 2007 году это всего лишь 5 триллионов долларов. За 14 неполных лет рост почти в 6 раз. Это огромная денежная масса, которая с каждым годом растет все быстрее. Не ограниченная денежная масса, которая заканчивается лишь обесцениванием валют и гиперинфляцией. А если учесть при этом и сокращение товарного производства... Ух, ребята. Ограниченное предложение биткоина означает только то, что тебе нужно всего лишь 0,01 биткоина, чтобы считать себя богатым. Через 10 лет ограниченное предложение биткоина будет почти полностью исчерпано майнерами. И это значит, что холдерам нужно иметь лишь 0,01 биткоина. Всего лишь 0,01 биткоина в 2031 году. Именно это количество на тот момент будет самым желанным. Это к вопросу о том, что люди не могут купить биткоин, потому что у них нет 50 тысяч долларов под подушкой. Ты можешь купить биткоин, даже если у тебя нет и тысячи долларов. На данный момент 0,01 биткоина это немногим больше, чем 600 долларов. Возможно ли превращение 600 долларов в 1 миллион за 10 лет? Именно об этом я хочу поговорить сейчас. В то время как приобретение 0,01 биткоина сегодня может стоить лишь 600 долларов, текущие тренды в распределении глобального богатства и неизбежное осознание ограниченности предложения биткоина может привести к тому, что 0,01 биткоина будет стоить 1 миллион долларов в будущем. Да, сейчас это кажется абсолютно нереальным, но я помню времена, когда и 10 тысяч долларов за биткоин казались фантастикой. Давай поговорим о разных сценариях для биткоина, чтобы по-настоящему понять, что 0,01 биткоина будет стоить очень дорого в будущем. Судя по информации отчета о мировом богатстве 2020 года от Credit Suisse, почти 52 миллиона человек имеют капитал более 1 миллиона долларов. Получается, что в мире 52 миллиона миллионеров. И несмотря на то, что не представляет 1% глобального населения, если считать только взрослых, миллионеры владеют 43% мирового богатства. На 1 марта общее предложение биткоина составляло 18,64 миллиона монет. Это значит, что осталось лишь 2,37 миллиона монет, которые нужно намайнить из доступных 21 миллиона биткоинов. Учитывая, что есть потерянные монеты или такие, которые не двигаются уже очень долгое время, что еще больше сокращает предложение биткоинов. Если мы уберем 1,9 миллиона монет, которые не двигались со своих кошельков уже около 10 лет из общего предложения монет, то лимит, доступный мировым миллионерам, составит уже не 21 миллион монет, а 19,2 миллиона. На данный момент мы говорим только лишь о миллионерах. Так вот, предполагая, что весь биткоин будет распределен только между миллионерами, на каждого миллионера останется только 0,37 биткоина, включая те, которые сегодня еще нужно добыть. Очевидно, что биткоин будет распределен не только лишь между миллионерами, но даже при таком идеальном раскладе все они будут сражаться всего лишь за 0,37 биткоина. Однако, если каждый биткоин, который оставался без движения последние 5 или более лет, будет утерян, максимум предложения составит уже 14,57 миллиона биткоинов. При таком сценарии каждый миллионер в мире сможет иметь только 0,28 биткоина, при учете равномерного распределения монет между каждым миллионером. Но кроме этих миллионеров, есть еще 590 миллионов человек, капитал которых превышает 100 тысяч долларов. Таких людей также не нужно списывать со счетов в качестве потенциальных холдеров биткоина, учитывая то, что их покупательная способность меньше. Пропорции мирового богатства, изображенные на этой пирамиде, также подтверждают эти предположения. Исходя из этой информации, миллионеры представляют 6,32 миллиона биткоинов из оставшегося предложения, а значит каждый из этих 590 миллионов человек сможет приобрести только лишь 0,12 биткоина. Я пытаюсь показать тебе, что в будущем люди будут сражаться за очень небольшое количество биткоинов. 0,12 биткоина. Всего лишь. В итоге, купив 0,01 биткоина сегодня, грубо говоря за 600 долларов, можно рассчитывать на место в топ-13% холдеров. При сравнении относительной концентрации богатства между рынками фиатных валют и биткоина, быть среди топ-13% холдеров биткоина это то же самое, что и быть фиатным долларовым миллионером. Когда ты начинаешь изучать историю биткоина, ты замечаешь, насколько быстро повышается его ценность. Затем ты осознаешь еще одну вещь. Большинство людей захотят владеть биткоином, это просто неизбежно. Биткоин растет в цене, как ничто другое. В 2011 за один биткоин можно было купить лимон, в 2014 за него можно было купить телефон, в 2018 мотоцикл, в 2021 за биткоин можно приобрести хорошую машину. А что же можно будет купить в 2025? Замок? Посмотрим. А меня зовут Богатейший Ди. На этом все. Если видео тебе было полезным или интересным, не забудь поставить лайк. Меня это мотивирует, а каналу помогает расти. А также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, комментируй и обязательно богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!